Доброго времени суток всем, дорогие друзья, еще раз с вами по-прежнему Майл Штурм и Каспер, и мы начинаем смотреть решающую карту матча Альянс против Сикрет. Ну, наконец-то у нас три игры будет и напряженная борьба, да. Вот подъехали как раз-таки плакатики. Чарующий взгляд Энесса с третьего интернешнала. Да-да-да, я вспоминаю эти мэмчики. Великолепная улыбка не покидает нас на протяжении всех этих лет. Ну и, конечно же, его аналитика, которую он нас только что накормил по полной. Собственно, аналитики сошлись на том, что слишком жадный пик у команды Альянс и есть их чем наказывать. Вообще, я с ними скорее соглашусь, чем нет. Во-первых, аналитики фигни не скажут, тем более наши. Во-вторых, действительно, медведь слабый в начале. Спектра тоже такой мусор, если можно сказать помягче. Ну, собственно, у Сикрет есть отличный набор опций, которые они могут использовать. Это просто взять своего Чена и пойти вперед. Ну, Чен-то бы. Пупей посмотрел, говорит, нормально сработало у вас. Ребята, отлично играете этой стратой. А можно мне попробовать? И забирает эту же стратегию в ответ. В принципе, отбиваться тяжко будет с другой стороны, если каким-то образом отобьются и нафармят свои артефакты. Но об этом чуть позже. Попозже. Да, и у нас вот такой уже интересный маневр. Вы посмотрите, как они просочились. Ну, собственно, Адмирал Бульдог будет нас играть на Медведе, как вы видели, С4, Битрайдер и GM на Сайленсере. В Сайленсере. И вот он находит Пайлайдайм. Сразу же пошел в Last World и не пойдут, наверное, дальше. Хотя, гипотетически могли бы, но нет. Нет, 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 нет. Ну что ж, Элайенс, я предлагаю тебе закончить все-таки. Да, там еще Акевич, Доктор, естественно. Ну и Лода на той самой жадной спектре. Ну и команда Сикрет. Мизери на Тимберсо, Виха на Зевсе, Пупей на Чене, Саппорт Оракул от Пайлайдая и Террорблейд от Энви. Да, вот Сикрет когда-то давным-давным-давно еще с Энви практиковал. Да даже это вроде бы не Сикрет были, кто практиковал этого Террорблейда, а конкретно Энви, кто этим занимался. Хорошо играл, конечно, на нем. Вот, но это было достаточно давно, Террорблей тогда был немножечко другой, но суть героя не слишком сильно изменилась. Плейстайл чуть-чуть пострадал, но все основные моменты, они сохранились. И я уверен, что он покажет скорее хороший перформанс, нежели плохой. Вообще, мне очень интересен был ласт пик у Сикретов, это Тимбер. Почему? Потому что в свете наличия Сайленсера у Альянс, брать мало того, что Зевса, так еще и Тимбера, ты очень сильно рискуешь, что эти два героя за драку и ни одной кнопки не нажмут. Смотри, как подставляется сейчас Адмирал Бульдог, и через Метаморфозу очень больно ему надавали по лицу, ну, вернее, по затылку, пытается он тут убежать. Еще одна плюха, но эта плюха летела в Медведя, так что Хеллинг Селл сбить у Оракла не получилось. Да, было бы, конечно, очень хорошо, Медведь там остался бы в СКП. Но стоит ответить, зачем вообще взяли этого Сайленсера? Конечно же, для того, чтобы Бетрайдер смог гарантированно вытягивать одну цель. И здесь Бетрайдер сможет под Глобалом вытянуть любого. В то же время Сикретам нужно как можно быстрее нафармить себе какие-то артефакты, чтобы скидывать этот Сайленс. Естественно, топ-1 артефакт для Ченна — это Грейвзы. Ну, а Оракл, возможно, у нас где-то в глубоком лейте пытается зафармить себе... Боже, как же он называется этот артефакт? И Лотусорб. А, Лотусорб? Да. Ну, вообще, Юлы хорошо против Сайленсера работают. Действительно, Лотусорбы, БКБшки, Монтастайлы. Ну, Лотусом ты мгновенно можешь скинуть. Все-таки Юл тяжеловато. С4 пошел у нас в атаку на Виху. И как же больно. С4 в итоге просто Виха забирает на нем фрак. Ну, видишь, немного переоценил мощь своего файрфлая Бэтрайдер. Было видно сразу, что он не должен убивать в такой ситуации Зевса. Но почему-то С4 поверил в обратное. И в итоге поплатился своей жизнью. Отдает он Феррсблад Зевсу. Чего категорически делать нельзя. Вот просто нельзя отдавать Феррсблад Зевсу. Мы знаем, насколько это сноубольный персонаж. Мы знаем, насколько Бэтрайдер сноубольный персонаж. Если один другому этот сноубол разваливает, то получаются очень серьезные проблемы в итоге. Ну, вот он Акки. Смотри, затаился. Будет пытаться колотить Мизери время от времени. А Зевсуля потихонечку подходит. Для того, чтобы молниями подстелить несколько крипов. А где же Капитан Пупан на Чене? Чен у нас на топе тусовался. Я видел, он там Урсой пытался как-то... Смотри, смотри, смотри. Очень может быть опасно. Обрати внимание, кстати, на скиллбилд. Да, отсутствие рефлекшна. Нам намекают, что Энви, почитай Ченжлог. Там классная обилка. Опять взлетает Бэтрайдер. У него, естественно, сейчас уровень чуть уже повыше. Но слишком далеко вновь летел С4. И из-за этого опять могли наказать. Да, там стики были. Зевс бы его развалил. В случае, если бы Бэтрайдер пошел дальше под вышку. По-прежнему у нас на верхней линии помогают потихонечку Тимберу забрать свой фарм. Чен сам при этом подфармливает маленький кэмп. И... Смотри, Зевс идет дальше. Стики. Но первого уровня пока что Тандерболт. Соответственно, урона не так много, как хотелось бы. Медведь на развороте. Смотри, сейчас с Пайлайдаем грызется. И теряет половину своего здоровья у нас. Oracle. С4 тоже улетает с мида. Сейчас видим по линиям. Пока все не слишком гладко у Альянс. В миде Бэтрайдер страдает. Медведь страдает. Все страдают. Хотя Медведь, я бы не сказал, что совсем сильно там проседает. Вот запил от Тимберсоу. Сейчас будет уже четвертого уровня, кажется. Ну, Тимберу дали вначале немножко разогнаться. И сейчас Чен уходит. Все-таки нужно подфармить здесь хотя бы какой-то себе левел. Все-таки ты лесник, единственный в игре. И... Смотри, смотри, смотри. Как там Медведь грызется. Достаточно опасный эпизод. Если вдруг Oracle в сцене там под третьем уровне Медведя с корнями, то кто его знает. Вдруг получится даже и фраг сделать. Бэтрайдер закидывает. Дабл дэмэдж забирает. У Вихи огромные проблемы. Бежит за ним. Саввук дает замедление. Но дабл дэмэдж слишком много урона. Слушай, а Виха-то быстрый. Виха-то быстрый. Приходит сюда. Чен есть. Стики. Кажется, Бэтрайдер еще один удар. И Чен. Но и Сема. Еще на С4. Жесть, как она есть. И Аки захиливает Вуду Ресторейшеном своего мидера. Таким образом, не отдавая его в размен. Просто отличная игра от ребят из Альянс. Да, Бэтрайдер здесь все исполнил четко. Начиная с банки на руну, с помощью которой он этот ДД забрал. И заканчивая ориентированием по ситуации. Да, тут спектра у нас шипит. Потихонечку подфармливает лесных крипов. Тимбер получает экспириенс. Также не страдает особо в фарме. Взял себе второй реактив армора уже, для того, чтобы сильно не проседать и иметь возможность спидрегениться. Не самый, конечно, полезный спелл. Все равно изначально у тебя ноль армора и ноль регена. Ну, с другой стороны, на линии тебе становится стоять легко. Ты знаешь, тут даже психологические факторы зачастую действуют. Потому что ты стоишь каким-нибудь кусочком, да, там, а-ля, я не знаю, Вич-Доктор. И тебе даже впадло бить этого Тимбера. Ты понимаешь, что ты там два-три раза ударил. Если ты не планируешь продолжать, то... Ведрайдер есть по СО, может цеплять Вико. А 5 утаскивает. И здесь же Вич-Доктор. Пошли кассочки. Вика минус. Без блинк-даггера С4 оформляет киллинг спри на миде. Причем большинство экшева сделал сам. Тимбер временем в мидере. Да. Нет, или да. Замечательная память. У вас как у Золотой Рыбки с тобой. Длится 3 секунды. Ну, точно уже есть у Бэтрайдера 3 фрага. Нет, пупей еще разок. Да, 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 точно. Чен, 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 Чен. Точняк. Все-таки моя память вернулась ко мне. Ну, и пока что Бэтрайдер, в общем-то, и Зевс, и Чен. Это единственные фраги, которые происходили. Единственные херокиллеры. Такими темпами Бэтрайдер очень быстрый блинк может нафармить. Да, смотри, у него же 1200. Да, да, да. То есть вообще Бэтрайдер может там и транквильчики себе какие-то более-менее быстренькие притарить, если сильно захочется. Ну, либо же сразу пытаться выходить в блинк. Да, это немножко, возможно, слишком ускоренная сборка будет блинка. Да, ну, лучше его сразу купить, чем потом, возможно, не купить вовсе. Он же с миды, у него боттл, у него стики, и поэтому он чувствует себя очень хорошо. Он может и сразу мать. Смотри, 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 выходит сейчас на Медведя. Нет, на Медведя не выходит. Медведя разрядили, но он стоит себе спокойно на месте. Есть Севедж Рор, здесь спокойно абсолютно Бульдог много набирает. Вообще Лайонс так все лучше и лучше. Ситуация не может с Зевс разогнаться. В то же время Бульдог фармит. И Спектре никто не мешает у нее посмотреть. Это 41 крип. А Спектра-то наберет свой фарм очень быстро. Опять же, этот новый патч, когда вроде бы доты происходят быстро и за счет этого хорошо пуши, но с другой стороны Спектра и фарм тоже быстрее набирает, получая чуть больше голды, чем раньше. Да, да, да. Вот, конечно, Террорблейда останавливать будет тяжеловато без порядочного количества урона. Желательно, конечно, на первых парах магического. Посмотри, что происходит. Какой маршрут от С4. Вот он взлетает, вот он все прекрасно видит. Вот он находит Мизери, вот он его лассассирует и уничтожает. 1-4. Доминейтинг у С4. С4 взбесился. Зевс тем временем забирает Вичдоктора. И это размен. Да, здесь неаккуратно сыграл. Вичдоктор, видимо, просто пришел как-то подфармить, возможно, экспы получить. Ну и получил, только не экспы. Лондроид уже уровень 6, но пока не трансформируется почему-то. Без рефлекшена. Без рефлекшена по-прежнему Террорблейд. Вот это по-прежнему настораживает очень сильно, потому что если вдруг начнется драка какая-то серьезная, а Террорблейд просто сдохнет, ничего не сделав, извините. Выходит Вичдоктор, дает каски по крипам Чена. Здесь Террорблейд, его копают, он вызывает иллюзии. Пытаются задержать как можно сильнее Push Alliance, понимая, что, в общем-то, важнее всего отбиться именно сейчас, пока форма Террорблейда действует. Дальше будет чуть полегче. Террорблейд, нет рефлекшена, по-прежнему растыкивает медведя. И вот он появляется, заветный артефакт на Бэтрайдере. Да, и первая вышка также падает от рук команды Сикрет. Ну и что же, получится ли у С4 как-то нагнетать и дальше этот самый Сноу Болбу? Ты видел эти три плюхи по медведю? Нормально. Почему не подраться с Террорблейдом, подумал медведь, и сразу понял, почему не подраться. Вообще, во-первых, потому что ты тоненький кусок, потому что нужно бы, наверное, в обычную мишку трансформироваться. Все-таки ты там поплотнее будешь. Арах Оракл без шестого и сейчас могут выйти на Лоду. Оракл без шестого — это как раз то, чего не хочет знать Энви, потому что за ним уже выехали! Это еще одно лассо! И Лода уже здесь. Лода забирает у нас Энви, оформляет мега-килл Бэтрайдер. Окупает им свой самый блинк и заходит... Заходит... Нет, просто по линии вряд ли будут кушать. Я тебе скажу так, что он окупил этот блинк еще когда сделал третий фраг без блинка. Потому что, в принципе, Бэтрайдер, который делает пять фрагов до десятой минуты — это крайне редкий случай, стоит отметить. А какой герой делает, когда пять фрагов за десять минут — это не резкий случай? Не, ну может быть, сларк, например, который за суппортиками бегает, но если дело касается конкретно Бэтрайдера, которому просто нужен блинк для того, чтобы хотя бы начать замес, для того, чтобы сделать первый фраг — зачастую нужен блинк. А у него и без блинка их было четыре. И вот Мизери, который получает... Тимир проседает уже здесь С4. Опять Бэтрайдер, он его просто отталкивает? Нет, ну там должна быть цепь, по идее. Или нет? Что это такое? Не дотянулся. Он просто не дотянулся. У него лишь второй Timber Chain, и далеко были деревья. В итоге погибает ещё у нас Timber So. С4. С4 — он просто бок? Мышебок, возможно. Да, мышь. Та самая мышь и всадник на ней. На которой в своё время исполнял очень-очень здорово. Ну и Лондруид подбирается потихонечку к своему заветному Родиансу. Кстати говоря, не факт, что и на Лондруиде это будет Родианса, потому что есть ещё и Спектра. Да, есть ещё и Спектра. И вот тут как раз ты напомнил мне главную причину моего беспокойства за команду Secret. Потому что там два очень мощных керри, а здесь один Terror Blade как таковой. И с одним ТБ соладать будет легко. Относительно легко, конечно же. У нас тут выход. Вич Доктор видит всё это, и Аки очень вовремя отступает с центральной линии. Да, конечно, первую вышку тут должны будут потерять, но что поделать. Главное сейчас не тратить время попусту стоя и глазея на то, как у вас падает вышка, а просто продолжать сплитить, фармить на флангах, не отвлекаться. Но всё-таки Сикреты выходят в пуш, понимая, что это то, за счёт чего они должны здесь были набирать определённое количество золота. Бэтрайдер в позиции. Есть Глобал. Есть всё. Возможно, первый взрыв под Глобал сейчас будет. Вообще, можно действительно очень круто было бы сейчас напасть. Бэтрайдер у него, блин, сбит постоянно. С4, возможно, не совсем догадывается о том, что это действительно так. Вот он уворачивается от плюшки Оракла, получает плюшку от Зевса. Непонятно, что было бы лучше. И вторую вышку также разваливает Сикрит. Вот это уже действительно круто. Но пик-то у них сильный, они должны были рано или поздно вот так вот выйти. Даже несмотря на лёгкий подфит в начале. Выходят, забирают два тавра по миду. Снизу вышки уже нету. В следующий выход могут зайти и на топ, и на нижнюю линию сломать Тер-2. Всё-таки Чен — это Чен. И Террор Блейд его хорошо усиливает. Оракул находит его. Пошли кассочки. Оракул пытается себя спасти. Да-да-да-да-да. С пик-ра залетает с ульты. Она действительно залетает. Есть Хиллинг Энд. Но Чен очень сильно проседает. И пошёл Глобал. Что делать с этим Глобалом? Утаскивают Чена. Кажется, так же пошла верхняя от Зевса Всевышняя. Так же залетает. Боже, Пай Лайдай как же он долго живёт. Ну, Энги просел. А Спектра очень много надамажила. В итоге пытается уйти. Спектра уходит. Уходит через хайграунд с помощью первого скала. Он говорит, я знаю где она. Грызи её. Грызи. Посмотри, как он в неё цепляется. Лода. Понимая то, что нужно, нужно по максимуму крутить педали. И скрутил. Скрутил. Барабаны так же появляются. Отличный размер получается. Для команды Alliance в очередной раз. Забрали они Оракула, забрали Чена. По-моему, Чен байбэкнулся, судя по всему. Или кто-то точно забрали. В общем-то, Alliance пока… Видно, знаешь, от игры к игре они всё с большим и большим рвением начинают драться. Потому что вспомнить этого С4, который какой-то тухляк бегал на первой карте, потом уже потихонечку подключался к игре на второй и посмотреть, что он делает сейчас. Да, это точно не тухляк. Это определенно не тухляк. Это очень сильное исполнение. От соло-мидера. Плеймейкера, можно сказать, команды Alliance. В данной игре определенно плеймейкер. Ну, кстати, Силенсер там подворовал немножечко интеллекта. Пока что, конечно, это очень-очень мало. Но в перспективе, кто знает, тоже потенциальный такой суровый. И смотри, какой выход. Опять пытаются забрать лоду. В этот раз получается это сделать. Там Вичдоктор заходил с тыла. Мы видим, поставил он там вард. И чуть поздновато. Ну и Виха тоже оформляет себе Киллинг Сприн. Несмотря на очень неудачное начало, посмотри на его Нетворс. Он уже имеет больше. Чена подцепили. Бэтрайдер кастуется Last Ward. Силенсер разбивает несчастного Чена. И Чен лопается. И еще и крипов могут. Там, кстати, разобрали. Тут, в свою очередь, секрет пушит также Тир-1. Но благодаря Тир-1 делать это не так-то уж и сложно. В Миде Вичдоктор пушит. То из него пушер послабее, наверное, будет, чем из Энви. Ну много теряют, безусловно, Alliance. При таком пуши теряют уже четвертый тавер. Могут потерять пятый. Несмотря на то, что Чен в таверне у Тир-блейда есть форма. Однако стоит отметить, что Alliance-то ни одного ключевого артефакта, кроме блинка на Бэтрайдере, еще и не вынесли. А ты представь, что бы произошло, если бы вдруг, чисто гипотетически, С4 не сделал бы этих, там, 6, 7, 8, 9 фрагов. Ну, было тяжко. Было бы очень тяжело. Если бы сейчас не было хотя бы денег за фраги, хотя бы отнятых денег у врага за эти самые фраги, то, боюсь, Сикрет сейчас просто на две головы были бы сильнее. А так, пока у нас еще намечается равная относительно битва. Отдают вышку, судя по всему. Пытаются задержать. Тем временем Лондроид ломает у нас нижнюю линию. Бэтрайдер купил себе Форстаф. Но все равно тяжело, пока нет углу было, тяжело кого-то вытащить. Попытаются или нет? Терраблейд довольно-таки тоненький, 900 хп. Да, но он пытается своими иллюзиями как-то помогать кушать Тауэр. Там пошли у нас каски. Пошел в Даггер. Сайленсера могут подцепить. Живет Сайленсер. Минус вышка. Ну, размен. Размен, как я понимаю. Хотя, вот, полетел. Спектра дает ультимейт. Поможет ли она Мишке? Нет. Она Мишке помогла. Не-не-не, иллюзии остались там. А Спектра пытается забрать сейчас Оракла все того же. Мишка, кажется, просто улетает. Лода продолжает преследование за Ораклом. Ну, там еще удара три, наверное, придется сделать. Да, первый был. Зевс дает Всевышнюю. Ну, Пайлайдай, скорее всего, уйдет. Бэтрайдер цепляет тем временем Пупея. Еще и бочка какая замечательная. Слушай, но Чен захиливает. Оракл продолжает жить. И у Бэтрайдера остается тоже тут неудел. Наверное, стоит просто улетать. Чен отлично телепортирует назад Оракла. Бэтрайдер может слишком далеко залететь. Он прыгает прямо в объятие к Терраблейду. Даже Flame Break может его здесь не спасти. Есть Firefly, есть Forstuff. Да, вот Firefly только что появляется. В итоге никто не умер в этой погоне, как неудивительно. И Медведя снизу также отпустили. Ну, ровный размен получился. Вышку сверху на вышку снизу. Все побегали, побили друг друга. Никто не умер, все счастливы, все с деньгами. Можно продолжать выходить в свою доту. Ну и ждем продолжения пуша от Secret. Кстати, обратите внимание на Чену. У него у Бедняги даже тапка нет. Он просто купил себе Миканзм. Потому что ни на что другое денег у него просто нет в наличии. Да, и выход. И вот такой вот выход любопытный. Ни в коем случае нельзя проглядеть этот выход команде Alliance. Но они его уже проглядели. И сейчас будет очень быстро. Да, нет ульта. Пошла сразу пила. Спектрата же толком прочекать не может. Причем никакого вижена в той части карты нет у Alliance. И по этой причине можно только догадываться. Немножко битый Alliance. А Мишка сейчас забежит. Шикарная позиция для Бэтрайдера. Мишка может забежать. Дает Savage Roar по всем. Очень забавный момент. Медведя, конечно, за это могут сейчас просто сожрать. Бочка тоже не совсем хорошая была. И... Есть Global. Есть Global и Бэтрайдер. Бэтрайдер. И нужно давать. Бэтрайдер. Бэтрайдер. Пошел Global. Бэтрайдер. Хватает. Террор Блейда. Нет, это Мизери. Тимбера. Тимбера утащил. Есть минус Тимберсоу. Энви почему-то идет вперед. Я не знаю, чем обусловлена его такая вот уверенность. Что мог он напороться там на двух-трех героев. Хотя там Чен, Оракл, наверное, бы спасли его. Очень много золота в запаке у команды Alliance. Кастуется курса. Рошан все еще жив. У Энви потихонечку заканчивается его форма. Откатил ультимейт Спектры. Саведж Рор пошел. Все побежали. Побежали на базу. В итоге падает у нас Чен. Падает. Энви свапнул хп со Спектрой и просто убил ее. Правда, каски прыгают между Викой, Пайлой и Даем. Этот Вич Доктор, кажется, стал роковым в данном сражении. Потеряли только Спектру. Медведя поталкивает. Эй, ты, иди хоть укуси кого-нибудь. Медведь. Замедление. Ну и отпустят. Здесь Тиранблда. Энви отлично все сделал. В итоге выживает в этой драке. Забирает Аегис. Несмотря на то, что и Лайнс выиграли тысячу голды, Аегис-то и Рошан достался команде Сикрет. И теперь они смогут реализовывать этот Аегис в следующем куше. Да, да, да. Есть у них такое преимущество. Но, с другой стороны, напоминаем, что у Альянс два хороших поздних героя. У Сикрет пока намечается один. Я не знаю, Зевс, конечно, может там специфически какой-то билд собрать или просто идти, скажем, в ногу со временем, чтобы его урон вносил хоть какой-то импакт. Пока так и есть. Но со временем все меняется, знаете ли. И Медведь. У Медведя сколько там? 7700. Что вообще есть у Медведа? У Медведа, я смотрю, там пустой инвентарь, ну просто потому, что не показывает наличие артефактов в самом питомце. Но Бэтрайдер просто, блин, 1700. Нормально. Слушай, а где умирал Бэтрайдер? Я не могу вспомнить. Бэтрайдер, ну тут, наверное, где-то скупился, возможно. Потому что мне просто показалось, что у него до сих пор там был стрик из нескольких киллов. И такое ощущение, что вот эта смерть его кто-то подденайл, потому что не мог у него быть викидсик со счетом 6-1. Ну ладно, посмотрим. Обратим на это внимание обязательно, потому что довольно-таки много золота за него могут дать, если у него этот стрик есть. Все еще. Так, тем временем показывает нам Юл, Форстаф. Ну вот он, Юл, который будет помогать от Глобала. Форстаф, естественно, с этой задачей никак не справляется. Чену уже не помешало иметь хоть какие-то предпосылки к Гвардиан Грифс. Мека уже готова была, мы видели это. И нужны уже аркантапки, рецепты. Энви пошел. С4. С4 видит Энви. Энви видит С4. С4 упрыгивает от Энви. Все очень просто. Энви, конечно, чувствует себя очень уверенно сейчас. Уже довольно-таки много ХП для Терраблейда. 1100. Да, это для ТБ очень неплохое значение. Есть Манта. Самое главное, есть Аегис. И забрать его непросто. И вот как раз-таки Манта — это способность сбрасывать глобал с себя в случае драки. В итоге Юл и Манта уже две способности. Смотри, смотри, смотри. Сейчас, возможно, найдет Осла. Бэтрайдер находит Осла. И Осел пытается улететь. И Осел погибает. А там 3750. Вот тебе и отсутствие Юла на три минуты у Тимбера. Вот так вот. А если за эти три минуты будет еще и драка? Прикинь, что может произойти? Эффект бабочки. Эффект Осла, можно будет его назвать, наверное. Эффект Осла. Новый эффект в Зоте. Радианс наконец-то появляется у Элайенс. Это еще один аккор артефакт. Ну и Спектра. Интересно, что будет Спектра покупать после вот такого вот начала. Да, нам показывают. Скади будет. Либо Линка, возможно, конечно, на Террорблейде, чтобы его не цеплял Бэтрайдер. Но, скорее всего, это будет Скади. Более боевой артефакт. Все-таки Линкин здесь слишком дефенсный. Да, Террорблейд, если ты его соберешь достаточное количество жира, он способен пережить почти все, что ты в него там планируешь всунуть. После чего Сандер никто не отменял. И чем жальнее будет Террорблейд, тем, естественно, будет выше вероятность того, что он в итоге свапнется здоровьем где-то на лоу хп. У Лоды появляется Яша, как мы видим. Потихонечку надевается в Спектру. Ну, у Манта на Спектре это всегда очень хороший артефакт был. А, вообще Спектра со странами хорошая. Легкое преимущество Элайнс. Несмотря на то, что вроде как их сейчас поддавливает Сикрет. Ну, Элайнс все еще разгоняются. Прошло уже 20 с лишним минут, а у Элайнс пик только начинает набирать свою силу. Так, а в этом-то и проблема у Сикретов, то, что у них герои, которые зависят, допустим, от появления вражеских героев, блэкинг-баров каких-то условных или просто вот наборы их жирности. Тут же Тимбер, Зевс. Ну, не знаю, магия это, наверное, не самая надежная штука, которая может быть. Все-таки плюхи с руки от того же Террорблейда будут выглядеть более весомым аргументом совсем скоро. Показывает нам Вижен. Вот он, Вижен команда Элайнс. Собственно, не видно ничего. Темно, ночь. Ну и Вижен, конечно, у Сикрет гораздо лучше. Тем не менее, пока что еще удается играть вот так вот медведь с мидасиком и со своим спиритбиром сплитпушат аккуратненько. Вот кое-какие варды поставили. Продолжают обороняться. На самом деле без Вижена им играть очень тяжело. Бэтрайдер ни черта не видит. Зевса как раз-таки Кэлайенс бы взять, чтобы просвечивать как-то своих оппонентов. Ну, просто обычный Бэтрайдер берет гем и начинает летать с фаерфлайем, с парой вардов. Но он взял. Все это ломать. Так что, может, понатыкаем где-то здесь вардиков немножко. Ну, просто там. Вот Зевс, когда дело переходит какой-то в мид-гейм, переходящий в лейт, когда у него уже реген маны очень хорош, он просто ходит в кулдаун, вот этот в землю кидает, болты, я считаю, нужным. И все твои варды просто обречены быть уничтоженными. У Лондроиды практически готов Владмир, он фармит теншентов, дофармливает. И Курьер осталось меньше минуты до того, как рейснет. Соберут свои артефакты, возможно, пойдут какую-то атаку, мизери. Ну, не знаю, что, кажется, в итоге сильнее. Один Террорблейд или уже Медведь со Спектрой. Вроде как два кири лучше, чем один, но бывали у нас абсолютно разные ситуации. Хотя я по-прежнему считаю, что у Альянсов персонажи будут пожестче. Ну, комбинация Бэтрайдера и Сайленсера очень сильная. Именно вот эти два героя, на мой взгляд, дают вам самое большое преимущество Зевсу. Неожиданно, неожиданно. И все убегают. Да, вот в Альянс не хватает такой какой-то разведки. В то время как у Секрета этой разведки имеется. Зевс просветил. Наконец-то Тимберсо получает свой EU. Энви может быть в скором времени со Скади. Либо же с Линкой все-таки. Не знаю, Линка вроде как более-менее норм. Ну, просто потому, что ее тут сбивать особо нечем. А схавать Лассо это всегда приятно. Да. Ну, это же Энви. Это же человек, который... Ну, на ТБ обычно собирают Скади. Да. А это человек, который в принципе всегда собирает Скади. Он даже собрал дважды на ТБ, поэтому однажды как-то... Ну, много статов дает. На самом деле артефакт действительно для него неплохой. Так, уже... Да, вот она. Курьер. Уже наученный горьким опытом. Да, 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 уже не так халявно он летит. И, кстати, у Чена появляется Гвардиан Грифс. Так, а по-моему... Да ладно. Не-не-не. Не вышел из тени осел. Все нормально. Эффект осла не повторился. Было бы забавно. Ну, смотря с чьей стороны посмотреть. Да, вот он глаз ледяной богини. И сейчас будет очень жесткая драка. С4 занял шикарную позицию. Его находят. Дают ему верхнюю, но зацепить его нечем. Спектра. Рефлекшн. Довольно уже статовые. Медведи поднимают хвост. Ох, пошел Savage Roll. Все разбегаются. Тем временем схватили у нас. Виху схватили Виху. Его заталкивают внутрь. Виху очень больно. Минус Виха. Как же много иллюзий. Все дерется. Иллюзии Террор Блейда. Иллюзии Спектры. Минус Тимберсо. И медведя, кстати, очень быстро убили. Продолжает драться Террор Блейд. Но надо бы его продолжать коцать. В конце концов, ребята, у вас там пятеро. Их осталось всего лишь трое. Террор Блейд потягивается. И четыре сзади. Корни срабатывают на Чена. Уже монстр килл у С4. И, может быть, даже получится забрать еще этого пацана. Ну, конечно, куда он денется-то. На полторашку вылетела плюха. Минус четыре от Альянс. По-моему, они набрали свою массу артефактов. И теперь идут сносить ТВРА. Сделали минус четыре. Энви только спасся за счет Чена. И теперь пытается поспамить. Но у него очень большой кулдаун на форму. В то время как у Альянс, в общем-то, все есть для того, чтобы идти и бить вышки. Во всяком случае, пока нету секретов. Не знаю. Сейчас уже мало осталось времени для появления целых четырех персонажей. ВД без маны. Поэтому отступают Альянс. Нам намекал таймеры на то, что Рошан должен появиться буквально через две-полторы минуты. И Альянс. Что они делают? Они проигрывали 1-0. И сейчас имеют реальный шанс оставить команду Сикрет вне этого турнира. Ну, по-моему, вот это вот начало, которое сделал С4, это был достаточный гандикап для того, чтобы выйти в свои артефакты. Уже мы видим огромное преимущество Альянс. Спектра. Какая пропасть. Будет одеваться все жестче Лондруид. И остановить это за счет одного ТБ, как мы видим, тяжеловато. И Глобал просто нереально мешает всем героям Сикрет. Чен пока что сбивать ему нечем. Есть, есть. У него есть грифсы. Уже есть грифсы. Да, да. У него еще перед этим замесом должны были быть грифсы. Вон они есть. Первым артефактом купил. Ну, грамотно все делает купей. Нужно Оракулу срочно купить себе что-то, чтобы скидывать. Ну, Лотус Орб является топовым артефактом. Ну, вот Лотус Орб, он жутко дорогой. Ну да, не дешевый. Какой-нибудь бомжи Оракул, он просто не может его себе позволить. И приходится обходиться более дешевыми версиями, тем же Юлом, например. По-другому ты ничего не сможешь сделать. А там крутая сборка еще. У Силенсера хватает Оракула. Да, сам себя не засейвишь и просто избивает его здесь Силенсер. Получает еще 2 НД. Спектра пошла дальше. Нашли Виху. Вихи больно. Вейл получает Виха. Отправляют его на базу. Ну и... Его отправили на базу. Все, ты верно сказал. Годлайк у С4. Какой дэмэдж вписывает Спектра и Бэтрайдер с дабл дэмэджем? Нету байбэков, по-моему, у команды Сикрет. Да, кажется, нет. Вот, и это по-любому минус тир-2 в центре. Еще и глобал доступен. Да, вот можно попробовать даже зайти и просто заходить. Стартовать особо не с чего. Разве что медведям хотя бы вышечку погрызть. Да, вот мы видим, там курса закидывается еще и на крипов. Очень быстро погибают. И отступает Альянс. Рошан должен был появиться уже, наверное. Да, я смотрю, там белая точечка на карте, кажется, виднеется. Это значит, что сейчас Альянс будут его забирать. Да, ты представляешь, какая у нас ирония получается. Команда, которая могла вообще не играть на этом турнире. Да, да, да. Я на обзоре дня второго уже вспоминал про это. Могли не доехать просто, парни. Да, но доехали как-то слишком бодро. И пока что все шансы имеют на победу в этой игре. Уже Тиранблейда догоняет медведь. Спектра рядом. Бэтрайдер имеет также очень много золота. Ну и Сайленсер отличный айтем билд. Вейл кидает первую на все иллюзии. Все горит. Бэтрайдер еще и сжет огнем. Все получает очень много магического дэмэджа. Так, ну и вышли у нас. Думают, что это настоящая Спектра. Какая ошибка. Так, тут медведь. Я слышу этот звук трансформирования. Надо ее как из трансформеров сделать Аркану. Чтобы он собирался постепенно. Видят медведя. Вот медведь настоящий. Но чем его цеплять? Инициаторов-то нету у вас. Бэтрайдера нету. Пошел у тиммейт. Медведю больно. Сэвэджерор. Все в медведя. Все в медведя. А сейчас контратаку. Будут ли пытаться провернуть контратаку Альянс? Нет. Не хотят они драться. Каски, конечно, там Чена просто чуть не убили. В итоге. Какая-то жесть. Альянс решают не рисковать. Им это совершенно не нужно. Они и так далеко впереди. Они ждут, когда откатит все. Когда сами выберут выгодную позицию. И уже тогда будут врываться. Терроблейд покупает диффуз. Это, ну я так понимаю, все-таки против глобала дополнительная защита. Да, да. Это в принципе хороший артефакт вроде бы. Но, не знаю. Возможно, стоило собрать что-то более тяжелое. Более... Ну, дающее больше дэмэджа. И к иллюзиям. У тебя, может быть, бабочка какая-то. У Терроблейда проюзана форма. Сейчас будет драка без его формы. Битрайдер пошел. Видит крипов. Видит Чена. Но идет он незачемному. Ему нужно что-то пожирнее. Например... Сбили, блин. Сбили, блин. Терроблейд. Я ему сбил. Но он уже летел. Я видел. Он уже так крылышки, крылышки сложил. Хотел прыгать, но не хватило. Малость времени. Тимбер там внизу еще загулял. Могли забирать Чена без особых проблем. Да, Тимбер здесь здорово отпушил. Вот этот пацан, он никуда не денется из пещеры. Можно его поубивать. Ну и занимает позицию. Понимают, что вряд ли пойдут драться... Ух ты. Какой интересный выбор. На самом деле, очень крутой выбор от Пупея. Он взял себе сатиров, которые обладают способностью диспела. Сбивать как раз-таки тот самый неприятный глобал, пока нет артефактов. Только микро бы хватило. На самом деле, интересное решение. Да, но проигрывают Сикреты уже просто колоссальное количество денег. И еще и гида сейчас будет у Альянс. Все станет намного-намного хуже. То есть, если они один раз не могли справиться там со Спектрой или с Медведем, я не говорю уже про обоих одновременно. Да, вот он. Аегис или же эгида для Спектры. Ну что, и Спектру теперь попробуй убей. Собирает также диффуз, но это для хорошего магического дэмэджа, конечно. Тем временем, Сайленсер имеет ультимейт орб. И я чувствую, что это Хекс. 20 тинты, по-моему, он своровал, если меня не обманывают мои глаза. Ну, тут глаза могут обманывать. Тут интересная такая картинка. В нижней части. Ну, надеюсь, что нет. И Чен. Чен, конечно, пока совсем вяленький в плане артефактов. Вроде бы ему слишком много и не нужно. Но когда у врага такой лютый оверфарм... Начало было дикое для Чена. Он ничего практически не сделал. При этом его еще там убивали. И в итоге не смог нафармить даже ботинок. Сформанул Меку. Только потом Грейвзы. Выйти в какой-то агоним. Тем более сейчас, когда тебя пушат. Да, продолжает забирать мелких сатиров. Это не случайно он их берет. Есть выборы получше, казалось бы. Но мелкие сатиры слишком хороши против такой вот стратегии. Плюс ко всему можно еще и диспелить Иллюзии. И они получают много дэмэджа. Это против Иллюзии Спектры. Там Пупею нужно помощника, который поможет ему все это размикрить в драке. Там еще и кулдаун очень маленький, по-моему, у диспела. То есть можно кидать его много-много раз. Ну, там АПМ овер 9000 и все такое. Да, кстати, против Иллюзии Спектры тоже здорово сработает. Смотрим, выходит Alliance. Альянс, да. Альянс крадутся. Это же не то, чтобы совсем крадутся. Но вот Бэтрайдер залетает. Ух, как... Агрессор. О, да ладно, ты посмотри, он прыгает. Он утащил Виху. Но, правда, его тут остановили малость. И не получается продолжить атаку. Взлетает у нас там один из игроков команды Секрет. Хотя, посмотри, какие проблемы. Глобал идет. Даггер также залетает в спину. Энви, Энви! Не успел развернуться под маслом для того, чтобы свапнуть с КП. Сбил себя, казалось бы, Silence. Но теперь Энви нету. Нужно байбекаться. У него, по-моему, форма прожата. И драться будет очень-очень тяжело. Спектра с двумя жизнями. Да, байбекается у нас. Terror Blade летит сразу очень агрессивно. Нет, формы у него все еще есть. Начинают наваливать, минусуют Спектру. Хорошо, но это только минусы Гида. Дальше что делать? Дальше Зевс еще дает одну подачу. Посмотри, как наваливают Спектре. Спектра. Мантастайл. Там Курса. Очень жжет, Курса. Очень жжет, Курса. И Сайленсер тоже очень жжет. Как же он жжет? Свапается Хеллс Барами у нас Terror Blade. Но Медведь пройдут ли еще хотя бы одни корни? Это трипл килл от ЕГМа. Эдви тоже уходит в таверну. Нет у него, естественно, уже никакого байбека. Так же, как и у его тиммейта в ГГ. Фантастическая игра от Сайленсера. Наворовал миллион интеллекта, после чего убил всю команду соперника. Выбор Вейла был очень-очень хорош. И Alliance выбивают Team Secret, выходят на Liquid. И это та самая жаркая будет встреча у нас двух европейских команд. Ну, знаешь, вот такая жесть. Я, честно, вообще не ожидал. Воу-воу-воу! Ваши аплодисменты еще раз, друзья! Просто колоссальное количество людей. Просто колоссальное количество людей. surhan kia- Survhang! Дcko Аплайс! Дитко Санкт-Подобо! Домерспоним thousands! Грэолог, скоростное количество людей. Грэолог! ДИНАМИЧНАЯ 있기. Грэолог! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот мы, собственно говоря, и вернулись. Наверное, не знаю, надолго ли. Собираются у нас сейчас ребята. И, в принципе, очень-очень-очень получился захватывающий матч. Первый матч с исходом не сухим. С чем мы, собственно, поздравляем этот турнир наконец-то. Да, довольно напряженная была у нас игра. Alliance сделали, ну, во второй игре они вообще сделали камбэк. В третий такой мини-камбэк ему дался. И выходит тем самым на Liquid. Это будет жаркая парочка, потому что был жаркий спор на тему, кому же дали правильный инвайт на мейджор. В итоге и те, и те попали, но все же. Да, но это является самым главным показателем того, что инвайт был действительно оправданным, того, что организаторы не ошиблись. И, в принципе, Alliance сейчас, как мы видим, в неплохой форме, но с некоторыми сбоями. Сейчас, когда будут играть против суперсильных команд, вот тогда уже мы и поглядим, насколько они будут справляться с этим прессингом. Потому что сейчас я не могу назвать Secret слабой, конечно же, командой, но на первой карте у нас были проблемы. У нас будет сейчас наше обычное послематчевое интервью, и мы передаем слово Степану. Степану. О, ребята, это был замечательный игрок, и сейчас на этой сцене, пожалуйста, награды на Team Alliance! Я думаю, что все вы любили этот игрок, и сейчас я хочу, чтобы все люди, которые приехали на этот стадион, показали нашу уважение к Team Secret. И сейчас, Jake, я думаю, что С4 будет смысл, может, после этого красивого и красивого игра. Окей, я буду интервью. Давайте, давайте. Ну, ну, С4, allow мне быть первым, чтобы сказать это официально, это выглядит как Alliance is back, бэби! Бэби! Это было бы, да? Да, 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 да. Да, да. Ну, ну, вы lost свои бланкет, но вы плейсы еще не имеют, что вы думаете о том, что вы думаете, О, это было очень сильным игроком. У нас timing was perfect. У нас есть хорошие вопросы. Первый вопрос. Вы говорите, что это как-то ваша мета, твои герои были немного убавлены, это кажется, что вы как-то обманулировали это. Обычно вы делали довольно хорошо в последние два турнира. Вы думаете, что вы обманулировали мета? Вы готовы? Или есть еще больше, когда вы обманулировали? Ну, я говорю о себе. Я люблю играть эти герои. Я люблю играть. Я могу играть. Я могу играть. Я могу играть, как я играть, как Батридер и Пук. И что-то такое. И это как я хочу играть сейчас. Это очень хорошо. То есть вы все чувствуете? Вы будете развивать? Или у вас будут хорошенько на следующем турнире? Нет, я не знаю, мы проверим. Мы играли на Ликвид. Они действительно хорошенько сейчас. Вы у нас будут играть на Ликвид в семи-финале. Это будет еще одно мое место. Если вы победите, вы выиграли ЛГД или ЕГИ. Кто вы выиграли больше оценивать и почему? Бетвинь ЛГД и ЕГИ? Или Ликвид. Ликвид, за счет, да. Да, потому что мы играли ЛГД и ЕГИ в группе, и это было очень хорошие игры. Но Ликвид, это тоже такое, что они у нас еще немного оценивали. Окей, understandable. Теперь мы делаем это, я взялся в интернете с тем, с тем, кто выиграл, и они меня спросили, несколько тысяч человек, которые выиграли. Они хотят узнать, что вы помните миллион-доллар Дрим, Карл? Да, я помню. Вы уверены, что вы выиграли ЛГД? Да. Я хочу спросить вас, что вы помните миллион-доллар Рат? О, да, все-таки помните, что-то. Ну, вы никогда не должны иметь это вопрос опять, поэтому это очень хороший вопрос. Итак, здесь вы готовы, вы готовы? Увидимся, какие-то финалы, какие-то финалы-вы от того, вашего Алианса? Вы у нас такие огромные, которые вы поддержали, что вы хотите сказать о них, пока мы продолжали. Ах, спасибо за все за субтитры, и... Нише sharing. Легко, это хорошо. Спасибо-то за субтитры, Алианса-бак! И мы снова увидимся! Спасибо-то. И мы снова у нас на Кунар, и мы можем обратиться к паналу за команду для Кунар-Стрики. Мы продолжаем. Спасибо-то. Вы получили запасные коды или другие цифровые продукты? Есть место, где вы можете продать их менее чем за одну минуту. Смотрите, перейдите на g2a.com. Нажмите «Начните продавать». Быстрая регистрация. Перейдите к «Мой аккаунт» и нажмите «Продажа». Продать продукт. Введите название, код, цену. И готово. g2a.com – цифровая торговая площадка. Упрощенная глобальная продажа. Есть лишние скины? Хочешь выиграть реально крутые вещи? Заходи на ksgofast.ru, делай свои ставки и выигрывай реально крутые скины. ksgofast.ru – проверь свою удачу. КОНЕЦ ФИЛКЦ ФИЛКОРА КОНЕЦ ФИЛКЦ ФИЛКОРА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok